Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для SkiBit Tuolet. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. Сразу напоминаю то, что Star, Beta, Star Legacy и Splash сейчас не работают на версии Roblox от Microsoft Store. Они работают только на версии браузерной Roblox, но как вы знаете через браузер сейчас с читами к сожалению играть нельзя. Так что скачиваем Fluxus. Далее после того как скачали, в поиске пишем нужный вам режим. Сегодня я показываю скрипт на SkiBit Tuolet. Я написал название полностью, нажимаем поиск. И на данный момент есть один только скрипт, он самый нормальный из всех. До этого я еще проверял, по-моему два скрипта было, но не хуже чем этот. Значит смотрите, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру. Чит у меня уже открыт. Также забыл сказать то, что данный чит используется с ключ-системой. То есть, чтобы сначала вам с читом поиграть, нужно получить на него ключ. Так, желательно в безопасное место нам куда-нибудь уйти, но как я понимаю меня все равно сейчас вынесут. Ну ладно, пусть выносят тогда. Далее нажимаем на кнопочку inject. Ну то есть ввести. И ждем пока заинжектимся. Так, все вроде бы как inject прошел. Не знаю почему, иногда пишут, иногда нет. Получается справа в нижнем углу высвечивается иконка. Ну или не иконка, просто текст вылазит и то, что написано inject прошел. А сейчас почему-то не написало. Ну ладно. Дальше вставляем скопированный скрипт и нажимаем кнопочку запустить. Все, если он запустился, значит inject прошел. Отлично. Вот такой в принципе простенький скрипт. Сразу хочу вам сказать насчет функции Infinity Stamina. Эту функцию не используйте, потому что если вы ее используете, то у вас кикнет с игры. То есть это специально в игре сделали такой небольшой античит. И если вдруг вы используете эту функцию, игра это видит и кикает вас с игры. Дальше есть SP Enemy. Включаем и смотрим. Ну почему-то не включилось. Так, сейчас меня поднимут и попробуем еще раз включить. Все отлично. Сразу убегаем наверх. Включаем это SP. И как я вижу, оно почему-то не работает. Ну ладно, в принципе не суть. Значит смотрите, здесь есть две самые основные функции. Это автоубийство и автоподнятие своего оппонента. Если вдруг он упал. Значит смотрите, включаем эту функцию. И если сейчас кто-то упадет, мы к нему тпхнемся и автоматически его поднимем. В принципе тут все понятно. Но пока никто не падает. И также автокилы. Смотрите, как я понял, автокилы работают только на ближнем бою. То есть нам нужно взять ножик. Вот кстати, как видите, мы тпхнулись и сразу подняли какого-то чела. То есть берем ножик, короче, и включаем функцию автокил. И вот здесь написано, что чтобы использовать эту функцию, для начала возьмите в руки оружие ближнего боя. Все, вот мы взяли. И по идее сейчас мы должны как-то автоматически этих ботов убивать, которые спавнятся. Но почему-то, к сожалению, я этого не вижу. Может быть просто ближе к ним подойти надо. Как вариант, может быть они мне просто дамаг не будут наносить. Вот, вот этот бот забагался. Так, ну вроде дамаг я ему нанес. Вроде бы как. Только почему-то сейчас ботов особо никаких не спавнится. Я вот не знаю, для вот этих маленьких ботов это нормально, то что они на одном месте стоят или нет. Вроде бы как ненормально. По идее они должны передвигаться. Но как видите, они не передвигаются. Так, тогда нужно найти туалеты, которые чуть побольше, чем эти. И которые меня будут атаковать. Окей, у нас подсветились эти боты, которых нужно убить, чтобы следующая волна началась. Ждем, короче, пока следующая волна начнется. И посмотрим все-таки, поймем с вами работают автокилы или нет. Но, как вы поняли, то что автоподнятие персонажа, если вдруг его выносит, то эта функция работает. В принципе, отлично. Так, а почему они их убить не могут? А, сюда залезть, скорее всего, нельзя на это здание, как я понял. Наверное. Так, запрыгните кто-нибудь на меня или дайте мне буст, чтобы я запрыгнул. Ну. А, я понял, окей. Здесь с помощью других игроков нельзя запрыгнуть. Потому что стоит, получается, невидимость. Ну, невидимость, а у них текстуры выключены. Так, все, почти их вынесли. Но, что-то долго они их выносят как-то. Я думал, это намного быстрее будет. Так, все, наконец-то, сейчас новая волна начнется. И поймем, наконец-то, работает эта функция или нет. Сейчас, получается, идет 79-я волна. В принципе, нехило, слушайте. Так, вот я подхожу к этим туалетам. Но дамаг почему-то им не наносится. Но они, кстати, мне могут дамаг наносить. Вот там кого-то еще с ног сбили, я его поднял. Как видите, все-таки функция автоподнятия своего оппонента, она все-таки работает. Это уже хотя бы какой-то плюс. То, что вы быстро на него тпхаетесь и его поднимаете. И тем самым можно, в принципе, с какой-то командной, совместной. Можете собрать команду, либо же друзей позвать. И вместе с друзьями подходить. Ой, не подходить, а проходить точнее. Так, стоп, что происходит? А, меня типа заразили. Все. А, я понял, это вот этот маленький туалет, который типа как паук. Ну, слушайте, не особо понимаю, работает эта функция или нет. Но, по крайней мере, типа меня очень быстро не выносит. Как-то так. Ладно. В принципе, все функции здесь показал. Как видите, их немного. В основном мы поняли то, что функция автоподнятия оппонента своего работает. И очень четко. Насчет автокиллов ХЗ. Так, вот сейчас я почему-то умер странно. Как меня убили, непонятно. Ну, ладно. Короче, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Напомню то, что ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Исбан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok